От Цветного бульвара до переулка Гуковский. По такому маршруту сегодня утром прошел Анатолий Пахомов с главой Центрального района и представителями Управления административного контроля. Именно они должны мониторить санитарное состояние придомовых территорий и их благоустройство, а вот следить за чистотой обязанностей жителей и управляющих компаний. Право потребовать от управляющей компании, от РЭПа, только у жителей есть. Если управляющая компания не выполняет договорных отношений, которые заключили жильцы с ней, жильцы имеют право переизбрать другую компанию, либо если эта компания не хочет отказываться от управления, выйти в суд. Другого пути нет. Управляющие компании в данном случае свои обязанности не выполняют. Субботника по улицам Гагарина, Красноармейская переулка Гуковский, как оказалось, не было. Грязные склоны, мусор в палисадниках прямо под окнами многоквартирных домов. С ним не справляются и дворники. И за такой беспорядок домоуправления будут платить по счетам до 100 тысяч рублей. Мы уже создали административное управление, административного контроля, которое имеет определенные полномочия. Полномочия только одни. Это штрафы. Штрафы за антисанитарию во дворах, штрафы за некачественную аренду земельных участков. Мы просто должны наших людей смотивировать тому, что они должны жить хорошо, как и во всем городе. Во дворах тем более должно быть хорошо, потому что это экология. А экология – это здоровье людей. Они этого не понимают пока, к сожалению. Работа управляющих компаний станет отдельной темой обсуждения на ближайшем планерном совещании с участием домкомов и ТОСов. По оценке многочисленных экспертов, Сочи – один из самых благоустроенных и чистых городов России. Но ведь чисто должно быть не только на городских территориях – парках, скверах, дорогах, тротуарах, но и во дворах. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.